Советский спецназ, от создания до нашего времени. В 1923 году появилось государство СССР, хотя официальное его создание было объявлено еще в конце декабря 1922 года. Оно сменило существовавшую в годы революции Советскую Россию и стало новым проектом Владимира Ленина в качестве временного мирного государства. Вся довоенная деятельность органов разведки и государственной безопасности в СССР является скорее межвоенной, поскольку она получила развитие как раз между двумя глобальными катаклизмами. Первой мировой, которая на территории России переросла в гражданскую войну, и Второй мировой, которая в СССР называлась Великой Отечественной войной. Практически сразу же в стране началось создание воинских подразделений спецназначения. В 30-е годы этот процесс достиг пика, в советской армии были созданы мощные воздушно-десантные войска и профессиональные диверсионные подразделения. Но необходимо сказать и о том, что процесс становления советского спецназа проходил в тяжелых условиях. Его подразделения часто расформировали, не только из-за того, что они были малоэффективными, но очень часто по прихоти командования. Таким образом, до начала Второй мировой войны советский спецназ переживал не лучшие свои времена, расформированные прежде подразделения пришлось заново воссоздавать, при этом теряя большое количество материальных и человеческих ресурсов. Более того, после окончания войны большая часть этих спецподразделений вновь была распущена. Именно поэтому процесс создания современных спецподразделений, который начался во второй половине прошлого века, пришлось начинать практически с нуля. Прежде чем рассказать о спецназе советской разведки, необходимо развенчать миф о спецподразделениях, который сложился благодаря средствам массовой информации. Так, при слове спецназ практически каждый человек представляет себе группу накачанных парней с экзотической раскраской на лице в камуфляжной форме. Но ведь это не определяющий его признак. Спецназ главного разведывательного управления, это подразделение регулярной армии, прошедшее специальную подготовку для совершения разведывательных и диверсионных действий во вражеском тылу. Официальная история спецназа ГРУ начинается в 1951 году, когда в составе советской армии появились первые диверсионные и разведывательные формирования. Но на самом деле процесс формирования начался гораздо раньше, еще в начале возникновения советской власти. Поэтому к предшественникам спецназа следует отнести и такие подразделения, как партизанские отряды Красной Армии, которые действовали на вражеской территории в годы гражданской войны, спецформирование Западного фронта в годы советско-польской войны, нелегальная военная организация, повстанческие группировки, которые осуществляли разведку в Восточной Европе в 1920-х годах, партизанские спецотряды, которые были созданы в 1930-е годы на случай начала военных действий на советской территории, спецформирование в испанской республиканской армии в 1936-1938 годах, они были созданы по инициативе советских советников, а также разведывательные, партизанские и диверсионные подразделения, которые действовали в годы Второй мировой войны. Партизанские отряды Красной Армии являлись, по сути, прообразом современного спецназа. Отметим, что такие формирования были как у красных, так и у белых, но они в значительной степени отличались друг от друга. Так, если белые использовали преимущественно регулярные подразделения, которые совершали рейды на фланге или ближней тырка, то красные в основном использовали тех партизан, которые уже находились в тылу противника. Починялись эти группировки партизан специальному подразделению, созданному в составе оперода. Для выполнения поставленных задач партизан снабжали оружием, взрывчаткой, боеприпасами, опытными кадрами и деньгами. Необходимо также отметить, что по специальному указу Владимир Ленина была создана специальная школа подрывников. Руководителем ее стала точка Ковригин, который весьма быстро наладил эффективную работу школы. Для обучения в школе подрывников специально подбирались партизаны. В курсе обучения выделялись специальная, военная и политическая подготовка. Теорию преподавали в школе, созданной в здании оперода, а для практики выезжали за город. Для проведения практических занятий ученики могли использовать пистолеты, винтовки, специальное снаряжение, полевые орудия. Работу этого разведуправления держал под контролем сам Владимир Ленин. Потери, которые понес противник вследствие деятельности партизанских отрядов, были огромными. До начала 1920 года наиболее сильным противником Советского Союза стала Польша. Польская армия до этого времени оккупировала большую часть белорусской территории. Для проведения диверсии в тылу противника в конце 1919 года была сформирована нелегальная военная организация, инициатором которой выступил Иосиф Уншхтит. Напомним, он курировал разведку. Отметим также, что роль этого человека в деятельности советских спецслужб практически никому неизвестна. Его затмил Дзержинский, заместителем которого и был Уншхтит одно время. Несмотря на это, именно ему предстояло возглавить Польшу в случае победы советской армии. Именно он до 1930 года курировал деятельность советской разведки за рубежом, а также руководил нелегальным аппаратом Коминтерна. Создание нелегальной военной организации стало результатом соглашений, достигнутых между командованием Западного фронта и белорусскими эсерами. В декабре 1919 года в Смоленске было проведено совещание, в ходе которого стороны подписали соглашение о проведении совместных действий против Польши. На тот период времени белорусская революционная социалистическая партия насчитывала около 20 тысяч членов. Кроме того, партия держала под контролем профсоюза служащих телеграфа, железнодорожников и учителей. Были партизанские отряды. Коммунистическая партия на белорусской территории имела всего 2000 человек, причем большая их часть не была коренным населением. Однако, справедливости ради нужно отметить и тот факт, что уже в 1920 году в Белоруссии была образована еще одна просоветская организация, которая получила название Белорусская коммунистическая организация. Объединение всех этих сил позволило в короткие сроки образовать народную военную самооборону, которая по своей сути была повстанческой армией, действующей в тылу противника. Позже именно она стала основой для создания нелегальной военной организации. Основной целью деятельности организации было проведение террористических актов, диверсии в тылу польской армии. Но и сама организация, и ее деятельность были до такой степени засекречены, что о ней даже не знал командующий фронтом. НВО обслуживало несколько дивизий Западного фронта, восьмую, пятьдесят шестую и семнадцатую. В каждую из них было отправлено по четыре участника НВО, каждый из которых имел одного помощника и двадцать курьеров. В конце своей деятельности в составе организации было десять тысяч партизан. С весны 1920 года в качестве руководителей партизанских отрядов выступали выпускники Крайскомов. Перед отрядами ставились задачи направить свою деятельность на порчу телеграфа и телефонной связи, железных дорог и крушения поездов, взрывы мостов, дорог и складов. Кроме того, они должны были заниматься и агентурной деятельностью. Руководители МИНВО были те же люди, которые контролировали разведку фронта, Б.Бортновский, А.Сташевский, С.Ферин. Ответственным руководителем организации была А.Сташевский, который спустя три года под фамилией Степанов организовал похожую структуру на немецкой территории, в которой насчитывалось около трехсет групп партизан. В целом деятельность нелегальной военной организации была настолько эффективной, что даже по завершению советско-польской войны она не прекратила своего существования, а стала основой для создания активной разведки. После заключения с Польшей мирного договора в 1921 году разведывательное управление приступило к организации переброски в Западную Украину и Западную Белоруссию отрядов специально подготовленных солдат для оказания сопротивления польским властям. Все это предпринималось для того, чтобы на этих территориях вспыхнуло всенародное партизанское движение, которое впоследствии привело бы к воссоединению этих земель с СССР. Такая деятельность получила название активной разведки. И, точно так же, как и НВО, ее деятельность содержалась в строжайшей тайне. В Белоруссии партизанское, а точнее сказать, диверсионное движение, возникло еще летом 1921 года. Только за 1922-1923 годы год-два таких отряда провели ряд операций, среди которых можно выделить разгром полицейского участка в районе Беловежской пуще, захват и сожжение имени Доброе дерево и Струга, разгром трех помещичьих имений, сожжение дворца князя Друцк-Любецкого, подрыв двух паровозов, железнодорожного моста и железнодорожного полотна на линии Лидовильна. В 1924 году партизанские отряды провели более 80 операций, среди которых самой известной является операция в городе Столбцы. В ходе ее проведения более 50 партизан разгромили гарнизон, староство, железнодорожную станцию, полицейский участок и управление полицией, а также захватили тюрьму и освободили и С.Скульского, руководители военной организации Коммунистической партии Польши, и П.Корчика, руководители Коммунистической партии Западной Белоруссии. В деятельности активной разведки случались ошибки. Так, в ноябре 1924 года 25 партизан сделали попытку захватить поезд на линии Брест-Барановичи, убив при этом одного полицейского. За ними была отправлена погоня из 2000 человек. В результате 16 партизан арестовали, 4 расстреляли, а еще 4 приговорили к пожизненному заключению. В результате деятельности партизанских отрядов ситуация на польской границе стала весьма напряженной. Однако, несмотря на все успешно проведенные операции, их деятельность в 1925 году была свернута, а сами отряды расформированы. Руководство разведуправления после расформирования партизанских отрядов не оставило мысли иметь специально подготовленных диверсантов, которые смогли бы действовать в тылу противника в случае войны. Советское командование задумалось над этим еще в конце 1920-х годов. Поэтому и неудивительно, что в 1928-1929 годах в западных военных округах началась подготовка к партизанской войне в случае нападения на Советский Союз. К участию в ней привлекались те же командиры, что действовали в активной разведке. На территории Белоруссии было подготовлено шесть отрядов по 500 человек в каждом. Кроме того, на железнодорожных узлах готовились специальные диверсионные группы. На украинской территории подготовили не меньше 3000 партизанских специалистов и командиров. Здесь же были большие запасы оружия и боеприпасов. В Харькове была создана специальная школа по подготовке партизан. В Киеве – две школы, в Одессе – спецкурсы. Партизанские отряды принимали участие как в общевойсковых учениях, так и в специальных. Таким образом, на 1933 год все было готово к тому, чтобы в случае нападения на СССР провести внезапную операцию и парализовать все коммуникации западных регионов Украины, Белоруссии и Бессарабии. Но, несмотря на такие приготовления, в 1938-1939 годах все отряды партизан были расформированы. В немалой степени причиной тому стала новая военная доктрина, которая предусматривала, что все боевые действия в случае войны будут вестись на вражеской территории. Большой ущерб обороноспособности нанесли репрессии бывших партизан. Когда в 1936 году в Испании началась война, на помощь повстанцам пришел только СССР. В этом же году в страну прибыли первые добровольцы, а за ними и советские советники, которые прибыли в Испанию по моготиру в борьбе против фашистов. В конце 1936 года в стране был создан первый отряд специального назначения, инструктором которого стал опытный подрывник и точка старинов. Испанское правительство с большой долей скептицизма отнеслось к возможности ведения партизанской войны. Поэтому в составе отряда сначала было всего пять пожилых испанцев, непригодных для службы войсках. Но вскоре в отряд прислали еще 12 бойцов, на этот раз молодых и опытных. В пригороде Валенсии для отряда был выделен дом, где была организована школа для обучения бойцов. Первую операцию отряд провел в декабре 1936 года, взорвав линии связи и железнодорожный мост в районе Теруэля. После еще нескольких успешных операций численность отряда возросла до 100 человек. Вскоре его отправили на Южный фронт. Наиболее успешной операцией партизанского отряда было уничтожение в 1937 году поезда, в котором находился штаб итальянской авиадивизии. Поезд пустили под откос с 15-метровой высоты при помощи мощной мины. После этой операции отряд был переименован в батальон спецназначения. Позже были проведены и другие, не менее успешные диверсии, например, подрыв эшелона с боеприпасами, который подхватил мину и взорвался в тоннели. Такая успешная деятельность очень скоро превратила батальон в бригаду. А затем, в 1938 году, в 14-й партизанский корпус, численность которого составляла более 5000 человек. В корпусе действовала спецшкола, в которой бойцов учили тонкостям разведки, снайперского дела, минирования. Поскольку бойцам корпуса приходилось действовать в экстремальных условиях, им выдавался двойной паек и такое же жалование. Необходимо отметить, что за все время своей деятельности корпус потерял всего 14 человек. Когда республиканцы потерпели поражение, часть бойцов корпуса захватила судно и переправилась сначала в Алжир, а затем и в Советский Союз. Еще часть перешла через франко-испанскую границу и была интернирована. Когда французские власти приняли решение выдать их фалангистам, они все сбежали в горы. С началом Второй мировой войны партизанские и разведывательно-диверсионные подразделения снова стали актуальными. Так, только за июнь-август 1941 года на территорию противника было заброшено более 180 диверсионных групп. Деятельность таких подразделений была весьма успешной, о чем свидетельствуют, например, рейд диверсионной группы и точка Шеренкина, которая в сентябре-ноябре 1941 года прошла более 700 километров по территориям Витебской, Смоленской, Новгородской и Псковской областей, проводя разведку и диверсии. За успешное выполнение поставленных задач командир и комиссар были награждены Орденом Ленина. В том же 1941 году на Западном фронте для проведения диверсионной деятельности была создана ВЧ-9903, которая в ходе битвы за Москву забросила в тыл врага Н.Галочкина, З.Космодемьянскую, П.Кирьянова. В целом же до конца года во вражеский тыл забросили 71 диверсионную группу, в составе которых насчитывалось около 1200 человек. Деятельность партизанских отрядов была не совсем успешной. Так, к примеру, из 231 отряда общей численностью 12 тысяч человек, заброшенного на белорусскую территорию в 1941 году, до конца года осталось всего 43 отряда с 2000 бойцов. Еще хуже ситуация обстояла в Украине. В декабре 1941 года туда было переброшено 35 тысяч партизан, из которых к лету 1942 года осталось всего 4000. Результатом такого положения вещей стали массовые репрессии конца 30-х годов, когда были уничтожены лучшие кадры и партизанские базы. В 1942 году ситуация немного улучшилась. После реорганизации разведуправления в ГРУ появилось разведывательно-диверсионное отделение. В этом же году на каждом фронте были организованы спецбатальоны минеров, которые проводили диверсии на важных путях сообщения и объектах. В 1943 году была проведена очередная реорганизация разведорганов. В результате руководство диверсионной деятельностью перешло к разведуправлению Генерального штаба. Такая форма руководства сохранилась до окончания войны. В послевоенный период основное внимание советской разведки было направлено на выявление возможной подготовки противника к ядерной войне. Более того, необходимо было не допустить даже малейшей возможности применения ядерного оружия, а также помешать работе в тылу противника. С этой целью в 1951 году в составе Вооруженных сил Советского Союза были созданы первые диверсионно-разведывательные подразделения. В кратчайшие сроки были созданы 40 род спецназначения, численность каждой из которых составляла 120 человек. Из состава регулярных подразделений формировались временные разведотряды спецназначения. На вооружении спецназа имелись такие виды оружия, как автоматы, пистолеты, гранатометы, противопехотные и противотанковые мины, гранаты, ножи, парашюты, контейнеры для десантирования радиостанций, а также десантные рюкзаки. В начале 1950 года Минобороны Г.Жуков выступил с предложением создания корпуса специального назначения, но встретил решительный отказ руководства государства. После этого маршала сняли с поста. Тем не менее, отдельные диверсионные отряды были объединены сначала в батальоны, а позже – в бригады. Так появились бригады ГРУ. В 1957 году были созданы отдельные спецбатальоны, а в 1962 году – и бригады спецназначения. В общей сложности в годы рассвета СССР на его территории действовало 13 бригад флотского и армейского спецназа. Общая его численность составляла примерно 15-20 тысяч человек. С началом афганской войны и для спецназа ГРУ начался новый этап, который стал серьезным испытанием на прочность. Состав мусульманского батальона, который позже штурмовал дворец Амина, вошли преимущественно представители восточных национальностей – узбеки, таджики, которые хорошо знали местный язык. Славянежи присутствовали лишь в экипажах Су-23-4 Шилка. Стоит отметить, что этот батальон был не единственным. В конце декабря на территорию Афганистана был введен первый отряд спецназа, численность которого составляла 539 человек. А в январе 1980 года начальник ГРУ Ивашутин сообщил о необходимости создания еще двух отрядов по 677 человек каждый. В марте 1985 года, с осложнением ситуации в Афганистане, было принято решение ввести на афганскую территорию дополнительные отряды спецназа, на базе которых создать две бригады по 4 батальона по 3000 человек каждый. Деятельность спецназа чередовала в себе победы и поражения. Так, например, в 1986 году спецназовцы захватили 14 тонн опиума, который переправлялся из Пакистана, за что местные наркоторговцы приговорили командира бригады Герасимова к смерти. В октябре 1987 года одна из групп, выполняя операцию по перехвату оружия, попала в окружение и понесла большие потери. Тогда погибло 14 человек из 26. Еще одним видом подразделений спецназа ГРУ стали боевые плавцы. Их появление стало результатом успешной деятельности итальянских подводных разведчиков-диверсантов в годы Второй мировой войны. До 1952 года подобные отряды появились практически во всех странах-членах НАТО. В СССР о необходимости создания спецотряда плавцов задумались лишь в 1956 году, после того как в Англии в ходе обследования советского крейсера «Рджоникидзе» погиб боевой плавец «Л.Крэпс». Все же рассмотрение вопроса о необходимости создания такого отряда затянулось. Только в 1967 году был подписан указ о создании учебно-тренировочного отряда легких водолазов. В ходе проведения учений боевые плавцы не только провели разведку прибрежной акватории, но и вышли на берег и подорвали коммуникации из склада условного противника. Результаты настолько впечатлили офицеров, что этот отряд стал первым подразделением по борьбе с подводными диверсионными средствами и силами. Боевые плавцы практически никогда не оставались без работы. В 1967-1991 годах они работали в Анголе, Мазамбике, Эфиопии, Вьетнаме, Кубе, Корее, Никарагуа. Для проведения боевых операций довольно часто использовали морских животных. Первыми, конечно же, были американцы, которые в годы войны во Вьетнаме при помощи дельфинов уничтожили более 50 пловцов-диверсантов. В СССР первое спецподразделение по работе с животными появилось в 1967 году в Севастополе. В опытах участвовало 70 дельфинов, которых учили обнаруживать подводные и надводные объекты, караулить их и подавать сигналы в случае приближения посторонних. Животных использовали также как живые торпеды, которые ориентировали на подлодке, авианосцы и эсминцы. Дельфины находились в море с прикрепленными к ним минами неделями, а при приближении противника атаковали его. После распада Советского Союза ситуация изменилась к худшему. Денег на содержание дельфинария не оказалось, поэтому руководство занялось коммерцией. В результате осталось всего шесть обученных дельфина. На сегодняшний день в России существует всего четыре бригады специального назначения, причем два из них еще в 1994 году были переданы в ВДВ. Спецназ военной разведки всегда стоял на страже защиты интересов государства. Спецназовцы всегда первыми вступали в бой и последними выходили из него. Поэтому современным бойцам есть чем гордиться и к чему стремиться. Спецназ. Направление А. Направление А, так начальство советской военной разведки в 20-е годы прошлого столетия называло организацию разведывательно-диверсионной деятельности на территории возможного противника. Фактически в 1919 году начальством ГРУ были сделаны прообразы спецотрядов 4-го управления, разведкой диверсии в тылу врага, НКВД НКГБ СССР, Руководитель Павел Судоплатов, которые действовали в годы Великой Отечественной войны, дивизии спецназа, сформированные в середине 50-х годов прошлого столетия, и спецподразделения КГБ Вымпел. ГРУ сделала базу и подготовила кадры для грядущих спецподразделений НКВД и 1-го управления, внешняя разведка, КГБ. Правда данный факт старательно умалчивается. В фильме впервые будет рассказано об истории рождения спецназа ГРУ, о его боевых делах в 20-е и 40-е годы прошлого столетия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова